Сладкого дома Конечно же не только о нем, потому что вся продукция Улькер от Сладкого дома такова. Ну а если я расскажу вам о том, что здесь, именно здесь, около нашего места встречи, на улице Сумской, 13, вот почти под этой аркой, вас ждут лучшие модели одежды и обуви от ведущих мировых фирм, спортивные костюмы от самых известных фирм, костюмы от Диора, французская косметика, продукты питания из Европы и многое-многое другое. Вы все равно все это не сможете представить и поверить мне на 100%, потому что это правда, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, что я вам и советую. Привет, как тебя зовут? Эльдар. Пока Эльдар отдышится, я хочу сказать, что ему очень повезло, что он так быстро бежал, потому что еще бы немножко, его бы опередили. Откуда ты бежал? С утра на Уринка. Сколько это заняло у тебя времени? Минут пять, наверное. Ты готов отвечать? Да, я думаю, что готов, хотя я не считал, сколько шреп. Например? Шесть штук. К сожалению, нет. Было не шесть. Возьми, пожалуйста, на память. Я думаю, что тебе повезет в следующий раз. До свидания. А вот к нам пришел тот человек, который хотел бы Эльдара опередить. Его зовут Владик, вы его все уже прекрасно знаете, потому что это наш постоянный участник. Откуда ты прибежишь? Из дому. А где находится твой дом? Далеко отсюда? Да, недалеко. Ты готов отвечать? Да. Хватит? Семь. Правильно, твой предшественник ошибся всего лишь на одну. Какая тебе больше всего понравилась? Ну, не знаю. Мне, наверное, та, которая была такая сероватая и прозрачная из соломы. Не определил, но такая прозрачная. К сожалению, я их сама уже не помню, потому что семь, они так вертелись, крутились и сбили меня со счета, и с цвета, и со всего вместе. Ты помнишь, можешь вспомнить название известного фильма о женской шляпке? Соломенная шляпка? Нет, сейчас. Да, соломенная шляпка. Может быть, вспомнишь какую-нибудь песню из него? Нет, не вспомню. Жанетта, Жоржетта, что-то такое. А знаешь, известную песню современных исполнителей о шляпке? Упала шляпка. На поиск упал. Не надо плакать. Повсюду шляп? Не помню даже. Тебе шляпы тоже хорошо? В общем, тебе хорошо без бейсболки, и когда ты приходил в бейсболке, ты когда-нибудь здесь бывал? Нет, первый раз захожу. Ну, теперь ты разберешься здесь с окрестностями и с внутренностями этого магазина. Ну, наверное. Хорошо, спасибо тебе. Вот эти конфеты, ты уже знаешь нашего основного спонсора, постоянного, это фирма «Сладкий дом». И за то, что ты так хорошо считаешь, вот этот калькулятор от фирмы «Пиротекс», рядом с которой мы сейчас и находимся. Конечно, на память ты уже их, наверное, забыл, сбился со счета, вот этот выпал. Конечно. Седьмой? Да. Что ты должен сделать сейчас? Я? Пожелать всем побеждать, а старая фраза, которую я все время произносила, уже как-то затерлась. Напомню. Смотрите на меня, завидуйте мне, обыгрывайте меня, если сможете. Если шму... Если сможете, смотрите на нас и встречайте с нами. Вопрос, который я собираюсь вам задать, принадлежит одному из наших победителей. Честно говоря, я на него сразу не ответила, зато наш оператор догадался, правда, через 5 минут. Но у вас-то есть целых 30 минут. Итак, слушайте вопрос. Один американский летчик после Второй мировой войны сказал в интервью журналистам, мы боялись их больше, чем зениток. Если бы немцы догадались использовать их и смогли бы запускать их по команде, то они бы выиграли. Чего боялись американские летчики больше, чем немецких зениток? Я жду вас на этом месте ровно 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова